В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Всероссийская тренировка ПГО ИЧС в ядерном центре прошли масштабные тактико-специальные учения. Кузница рабочих кадров СПТ имени Мужрукова отметил 55-летний юбилей. Зармичка-2018 воспитанники детских садов города приняли участие в военно-патриотической игре. Далее расскажем обо всем подробно. Проверка готовности служб к чрезвычайным ситуациям в РФНЕВ прошли масштабные тактико-специальные учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. В учениях приняли участие несколько сотен человек и десятки единиц специальной техники. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации были задействованы все подразделения специальной пожарной охраны, специалисты КП-50 и сотрудники Росгвардии. В половине девятого утра речный состав караула пожарной части номер 4 был поднят по учебной тревоге. На режимном объекте произошло условное возгорание зданий и возникла угроза радиационного возражения сотрудников и окружающей среды. У пожарных всего две минуты, чтобы добраться до места аварии. По данному мероприятию было вызвано необходимое количество сил и средств, сосредоточено на месте возгорания. В том числе это был АБР-робот и АП-5000, то есть это автомобиль порошкового утрушения. В учениях был задействован личный состав караула, а также дежурное подразделение войсковой части 32-74. Военнослужащие Саровской дивизии одними из первых прибыли на место учений и приступили к отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В течение полутора-двух часов мы развертываем пункты управления, организуем взаимодействие, входим в связь с подразделениями МЧС, гражданской обороны, подразделениями ОРФАЦНИЕФ и организуем взаимодействие уже по всем системам, по всем сферам. Рядом с местом условного возгорания оборудовали передвижной штаб, наладили связь и подготовили пункт для санитарной обработки сотрудников объекта. После отработки действий на месте аварии руководители силовых структур и спецслужб прибыли в оперативный штаб для проведения заключительных этапов учений. На месте ликвидации аварии пожарными, так как по сценарию было сначала возгорание, сначала был создан штаб пожаротушения, после работы по ликвидации возгорания и комиссия КЧСО принимается решение высылки оперативной группы на место аварии и уже по результатам оценки аварии создается оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Специалисты отметили, что предприятие «Росатома» впервые участвует в таких учениях, а поэтому не обошлось без ошибок и недочетов, которые планируют устранить в кратчайшие сроки. Отработав все этапы, руководители структур подвели итоги и дали оценку действиям спецслужб. Сегодня все прошло штатно, нормально, организовано. Когда используется много техники, много людей, то есть необходимо уделять внимание охране труда, безопасности, чтобы все было сделано четко. Сегодня это и было выполнено. Всего в тактико-специальных учениях приняли участие несколько сотен человек и десятки единиц специальной техники. Впереди у спецслужб работа над ошибками и подготовка к отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Саровский политехнический техникум имени Бориса Глебовича Музрукова отметил 55-летний юбилей. Он был образован в 1963 году как городское профессиональное техническое училище номер 19. Более чем за пять десятилетий в стенах СПТ был накоплен богатый педагогический опыт в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров для ядерного центра. По случаю юбилея в актовом зале политехникума прошла торжественная церемония. Упускники СПТ трудятся в ядерном центре, в медицинских учреждениях, в образовании, культуре и спорте. Поздравить Саровский политехнический техникум с юбилеем пришли представители разных поколений педагогов и выпускников. В зрительном зале СПТ ветераны техникума, учителя и почетные гости. У вас не только получают среднее образование, у вас еще и получают эта профессия. Это вдвойне важно, потому что заканчивая техникум, люди, студенты здесь обучающие уже уверены в завтрашнем дне, имея такого партнера, как Рафиац Внеев. В честь юбилея педагогическому коллективу и руководителям СПТ вручили почетную грамоту администрации города и медаль за многолетний труд и за большой вклад в развитие системы среднего профессионального образования. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены педагоги-ветераны СПТ. Почетный работник Анатолий Петрович Кузнецов больше 45 лет трудится в Саровском политехе. Он воспитал несколько поколений выпускников по специальностям слесаря, токаря и плотника. За всю жизнь, сколь вот 46 я работал мастером производственного обучения, я ни одного ученика не исключил. Всех, как набрал группу, сколько 30 или 32, всех выпускал. И всего я, наверное, почти около 600 человек научил. Гости праздничного вечера вспомнили историю заслуги и награды техникума, накопленные за несколько десятилетий. А ученики и приглашенные гости украсили торжественный вечер творческими выступлениями. Льготные категории саровчан могут получить бесплатную юридическую помощь. Всех желающих ждут в адвокатской консультации номер 33 Межреспубликанской коллегии адвокатов по улице Пионерская, 20А. Прием ведется по будням с 10 до 6 вечера. Более подробную информацию можно получить по телефону 7-98-88. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Смотреть аналоговые телеканалы в Сарове можно будет и после 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. Напомним, со следующего года в Нижегородской области начнется массовый переход на цифровое вещание. Как рассказал директор регионального филиала российской телевизионной и радиовещательной сети Михаил Небальсин, возможность принимать аналоговый сигнал останется только в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Саров станет исключением из этого правила и жители города по-прежнему будут смотреть телевизионные в привычном для них формате. Саровчанин получил главный приз конкурса «Голосовач», который прошел в день выборов губернатора Нижегородской области. Чтобы принять в нем участие, необходимо было выложить в социальных сетях Инстаграм или ВКонтакте фотографию со специальной рамкой и набрать максимальное количество лайков. Абсолютным победителем по Нижегородской области стал выпускник школы Олимпийского резерва «Атом» Артем Мальцев. Наградой для многократного победителя и призера всероссийских и международных турниров по лыжным гонкам стал автомобиль «Лада Икс Рэй». В воскресенье 14 октября пройдет финальный поединок Кубка города по футболу. За главные трофеи турнира сразятся действующий чемпион Сарова команды «Терем» и прошлогодний чемпион и обладатель Кубка «Авангард». Финал начнется на центральном поле стадиона «Икар» в 12 часов. Педагоги и воспитанники объединения молодежного центра в формате «Точка.ру» стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Добровольцы России». Проект медиастудии «Будь в кадре» занял первое место в номинации «Говорит волонтер». Авторы лучших работ станут участниками финала всероссийского конкурса, итоги которого будут подведены 5 декабря в Международный день добровольца. Всего на конкурс «Доброволец России-2018» воспитанники медиаклуба в формате «Точка.ру» представили 8 роликов. В них ребята рассказали о самых ярких событиях города. Несколько месяцев начинающие журналисты и операторы придумывали сюжеты, готовили сценарий и проводили опросы горожан на различные темы. Мы подготавливали все оборудование, камеры, хромакейн, на что мы снимаем, выбирали актеров, проходили съемки и все наши материалы мы собирали, монтировали. Готовые видеоролики отправили в Нижний Новгород на региональный этап конкурса «Доброволец России». По итогам работы членов жюри проект «Медиаклуб» в формате «Точка.ру» будь в кадре, стал победителем конкурса. Я представила наш проект, рассказала его цели, задачи, его результативность. Жюри его оценила и посчитала, что оно достойно пройти дальше. Было сложно, но было интересно в этом поучаствовать. Для нас это был тоже интересный опыт приобрели. Теперь воспитанникам «Медиаклуба» в формате «Точка.ру» предстоит принять участие в финале Всероссийского конкурса, который пройдет 5 декабря в Москве, в Международный день добровольца. Музыка как часть жизни. В Драматическом театре прошел концерт, посвященный Международному дню музыки. Воспитанники и педагоги творческих отделений музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств представили зрителям лучшие сольные и коллективные номера. До начала концерта несколько минут. Солистки творческого коллектива «Горница» заканчивают приготовление и с волнением ждут выхода на сцену. Для руководителя ансамбля Ирины Оськиной Международный день музыки – это не просто дата в календаре. Это важная часть жизни. Музыка – это моя жизнь, это моя профессия, это мое я в моих учениках. Ну, это воздух, это кислород. Как это можно сказать? Вот этим я дышу, этим я живу. Юные артисты старались не уступать мастерстве своим педагогам и демонстрировали высокий уровень владения музыкальными инструментами. Владимир Горняев, исполняясь педагогом русскую народную калинку, показал зрителям весь потенциал балалайки. И зал поддержал артистов аплодисментами. Скрипки, баяны, домры, народные песни и романсы. Праздничный концерт показал все многообразие талантов учеников и тех, кто прививает им любовь к музыке, творчеству и передает свои знания и опыт. Я хочу связать свою жизнь с музыкой и хочу профессионально играть и играть на сценах. Гости вечера смогли увидеть лучшие номера творческих коллективов нашего города и оценить уровень подготовки юных музыкантов. Воспитывать чувство патриотизма с малых лет. Малыши из детских садов города приняли участие в военно-патриотической игре «Зарничка-2018». Всего в соревнованиях приняли участие 19 учреждений дошкольного образования. Но до финала дошли только 6 команд. Подробности далее. Соревнования такого формата среди дошкольников проходят в нашем городе впервые. Ребятам предстояло пройти 6 этапов. Все как в привычной нам Зарнице. Вот только бойцам нет и 8 лет. И правила проще. У нас не было здесь автоматов. То есть все такое в детском стиле, более детском. Но элементы безопасности жизнедеятельности, элементы оказания первой медицинской помощи обязательно присутствовали в нашей Зарничке. Так же, как и у школьников. Стрывая подготовка – первый этап соревнований. К нему ребята готовились особенно тщательно. Разучили речевки, подобрали костюмы и продемонстрировали жюри четкость и слаженность действий. Дальше малыши демонстрировали свою физическую подготовку. Бегали, прыгали в длину с места. На третьем этапе отвечали на вопросы по истории нашей страны. Это воспитание духа патриотизма обязательно, любви к родине, знаний своей родины, малой родины. Потому что вопросы были относительно Нижегородской нашей области, относительно знаний их истории Сарова. То есть такие, с которыми ребята по достоинству справились. Последние конкурсы оказались самыми интересными для малышей. На этапе пожарной безопасности они отвечали на теоретические вопросы и участвовали в эстафете. А также оказывали медицинскую помощь, делали перевязку и собирали аптечку. Каждый юный участник отметил для себя наиболее сложное задание. Прыжок. Почему? Потому что там надо длинно прыгать, а это очень сложно. Задание, точнее, выполнять. Какой цифры надо звонить. Пожар и опасные предметы. По итогам соревнований все участники получили шоколадные призы за проявленные в военных учениях ловкость, ум и находчивость. Победителями «Зорнички-2018» стали малыши из детского сада номер 30. Осень. Пора простудных заболеваний. Поэтому так важно быть во всеоружии. Натуральный мед укрепит ваш иммунитет. Всего одна ложка лакомства в день, и вам не страшны ни дожди, ни ветры. Простуду минует вас стороной. Огромный выбор сортов меда в Центре культуры и досуга в НИЭФ. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НИЭФ. С 5 по 8 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в НЕФ с 5 по 8 октября с 10 утра до 6 вечера. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!